Добрый вечер, в эфире Ветерия Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Каев. Сегодня Рашид Тимрезов принял участие в совещании по вопросу строительства объектов курорта Архыз под председательством замминистра экономического развития России Сергея Назарова. Участники совещания обсудили ход работы, сроки сдачи в эксплуатацию новых объектов, горнолыжной и коммунальной инфраструктуры. Рашид Тимрезов отметил, что рост туристического потока на курорт Карачаева, Черкесии, в частности в Архыз, ставит перед руководством республики новые задачи по расширению действующей инфраструктуры, чем регион последовательно и занимается. Сегодня День российской науки. С профессиональным праздником деятелей науки поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В этом году важная дата, объединяющая представителей научного сообщества нашей страны, и еще юбилейная. Российской науке исполняется 300 лет. Ученые, академики, профессоры, студенты. Все, кто посвятил свою жизнь научно-исследовательской деятельности, несомненно, вносят огромный вклад в развитие нашей страны и улучшение качества жизни граждан России. Имена наших выдающихся ученых известны во всем мире, а их открытия в самых разных областях знаний востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами. Свой вклад в развитие науки вносит и наша республика. Именно в Карачаево-Черкесии расположен крупнейший российский астрономический центр наземных наблюдений объекта Вселенной, специальная астрофизическая обсерватория РАН. Сегодня день российской науки. Памятная дата касается всех, кто связал свою жизнь с научной или исследовательской деятельностью. Это академики, научные работники, профессора и студенты. Научными сотрудниками Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований завершаются исследования на тему «Язык нардского эпоса» и над первым сводом фольклора Карачаева-Черкесии. Много новых факторов, ранее неизвестных, в истории нагайцев собрано и для нового издания. С деятелями науки встретилась Алла Динаева. Изучение историко-культурного наследия и духовно-интеллектуального потенциала народов республики – цель деятельности Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований. На сегодняшний день в нашем институте функционируют 8 отделов, 46 научных сотрудников. Области интересов и исследованиями являются история, этнология, языки народов Карачаева-Черкесии, культура и искусство народов Карачаева-Черкесии, фольклор. Книга о старых изданиях на туркменском языке в реферативном журнале «Лучших монографических исследований Советского Союза» кардинально изменила жизнь Аминат Курмансиитовой. Прочитав ее, она решила найти нагайские арабописьменные книги. Так и начался ее путь в науке. А сегодня за плечами кандидата исторических наук Аминат Хасановны немало научных работ. Хочу сказать, что в историю нагайцев с выходом этой книги придет очень много новых фактов, ранее неизвестных в истории нагаеведения. В Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований работает отдел социально-политических исследований, который сотрудничает с администрацией главы и выполняет госзадания в области политологии и социологии. Думаю, что уровень развитости науки служит одним из основных таких показателей развития общества. 35 лет исполняется в этом году, как Людмила Хужева работает в Институте гуманитарных исследований. Свой весомый вклад в сохранение национальных языков вносят пять научных сотрудников отдела Кабардино-Черкесского и Абазинского языков. Мы, как знаем, естественно, пока жив язык, жив и народ. Вот мы, например, до последнего убыха существовал убыхский язык. Вот он единственный остался носителем убыхского языка, но он умер и народ исчез. Чтобы этого не случилось, вся наша работа посвящается сохранению и развитию наших национальных языков. Еще одно важное направление в деятельности института – это отдел фольклора в Карачаево-Черкесии. Ольга Гудимова работает здесь со дня основания этого отдела с 1994 года. Я работала непосредственно с Артабаевой, заведующей нашим отделом первым. Работала с Икалиевым Ашимом Азимовичем. Это глыбы, это на самом деле глыбы, с которых начиналось изучение фольклора именно нашей Карачаевой-Черкесии. Заведующая отделом Карачаева-Балкарского и Ногайского языков института, доктор филологических наук Фатима Таркенова, сейчас научные исследования проводят на тему «Язык нардского эпоса». Я сейчас уже заканчиваю эту работу и получаю от богатства, оставшийся от древних наших предков «Язык», читая книгу нардского эпоса, получаю огромное наслаждение. Мечта какая у вас у всех? У нас научных сотрудников нашего института и лично моя мечта – более пристальное отношение к трудам наших научных сотрудников и иметь свое отдельное здание, отдельные кабинеты. На сегодняшний день на Северном Кавказе единственный научно-северский институт, который не имеет своего здания. Заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии Фатимат Пахаратов, на автор более 10 книг, а за издание «Орнитонимия» в карачаево-балкарском языке в 2023 году она награждена медалью «Исламбея Крым-Шамхалова». Коллегам, конечно, для научного сообщества, для наших сотрудников, в их нелегком труде, хотелось бы сказать, чтобы крепкого здоровья пожелать, творческих успехов, новых начинаний. Развитие этой сферы деятельности важно, ведь наука – это путь в будущее. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. Очередную партию гуманитарного груза участникам СВО отправили сегодня из Карачаева-Черкесии. Все 9 тонн гуманитарного груза – груженный КАМАЗ с питьевой минеральной водой. Груз поддержки нашим военнослужащим будет направлен из Черкеска в Южный военный округ. Он сформирован при поддержке сенатора России Крыма-Казанокова в рамках работы Единого штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы республики Рашида Тимрезова, говорят организаторы отправки. Данный груз сформирован по просьбе Южного военного округа. Они обратились в наш военный комиссаря. В свою очередь, военный комиссарь обратился к нам. И наш сенатор с удовольствием откликнулся на эту просьбу. И сегодня мы, как видите, отправляем воду в Южную военную округу. Данный груз очередной. Очередной эта работа ведется в рамках работы оперативного штаба по поручению главы нашей республики Рашидова Распича Тимрезова при поддержке партии, правительства, депутатского корпуса, вообще неравнодушных граждан, предпринимателей. Мы уже отправили более 800 тонн груза и в зону проведения специальной военной операции, и на помощь нашим новым регионам, и также военных госпиталям, которые сегодня занимаются лечением наших военнослужащих. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду, а в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 2-7, в горах минус 4 плюс 1, а днем 13-18 градусов тепла. И местами до плюс 8. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днем 16-18 градусов тепла. Социальный фонд проактивно назначает выплаты ветеранам специальной военной операции. В прошлом году социальный фонд начал беззаявительно оформлять ежемесячные денежные выплаты ветеранам специальной военной операции. Выплату фонд назначает после присвоения статуса ветерана боевых действий. Беззаявительный формат позволяет быстрее устанавливать выплаты и меры социальной поддержки, предоставлять этот процесс максимально просто и удобно. В этом году фонд также проактивно начал оформлять демобилизованным участникам СВО электронные сертификаты на технические и средства реабилитации. Благодаря этому граждане с военными травмами смогут в более короткие сроки получить нужные протезы и другие изделия. В числе других мер поддержки, которые социальный фонд оказывает участникам спецоперации, это дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячная денежная компенсация. Обе выплаты фонд назначает гражданам с инвалидностью в случае военной травмы. Военнослужащим добровольцам, которые получили статус инвалида. Соцфонд выплачивает государственную пенсию по инвалидности. Особое внимание социальный фонд уделяет семьям защитников Родины, женам военнослужащих, например, отделение фонда в упрощенном порядке, оформляют единое пособие, в том числе на детей до 17 лет. За Россию под таким названием прошел концерт в селе Курджиново, который подготовили гости из Краснодарского края. Вторая средняя школа из Курджиново и четвертая из Лобинска являются побратимами и ездят друг к другу в гости, показывая свои достижения, проводя совместные акции. На концерте побывал наш корреспондент Али Баташев. Легендарную «Катюшу» исполнил коллектив «Созвучие», а стихотворение Олега Милявского, где солдат завещает потомкам любить Россию, с чувством продекламировала Полина Кондратова из творческого объединения «Образ». Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало, солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысли над детям своей завещал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Что тебя больше всего тронуло в этой истории? Ну, меня больше всего тронуло, что он завещает своим детям, чтобы они любили Россию, которую он сам защищал. А для тебя что такое Россия? Россия – это мой родной дом, в котором я родилась. Все номера концертной программы были подготовлены воспитанниками и педагогами Дома детского творчества имени Дмитрия Шервашидзе из Лобинска. Они приехали вместе с учащимися школой номер 4 Лобинска, которая является побратимом Куржиновской средней школы номер 2. Хореограф Диана Климашевская исполнила танец «Колыбельная» в память о всех матерях и детях, испытавших на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Образ матери, заботящейся о своем ребенке, трогает сердца множество людей по всему миру, поэтому всегда актуален, считает Диана. Такие танцы ценятся, и надо их всегда выставлять везде, я считаю, потому что это наша история, и без этого никуда, без таких танцев. Они каждого за душу берут. Юные артисты творческого объединения «Импульс» дружно танцевали под песню «Аист на крыше», а педагог Мария Окорочкова очаровала зрителей русским национальным костюмом и песней «За святую Русь помолюсь». Зрителям был представлен видеоролик «Святые воины Руси», рассказывающий о героических страницах истории страны, а также стихи, песни и танцы, посвященные России и ее многонациональному народу. Подобные мероприятия, подобное сближение, вот в таком юном возрасте, конечно же, несет только добрые плоды. Это сближение народов, это сближение детей. Это самое верное и самое правильное, что может быть на пути воспитания, воспитания патриотизма. Это знакомство детей, это дружба. Я думаю, та дружба, которая закладывается в детские годы, я думаю, возможно, что она и сохранится в дальнейшей во взрослой жизни. Мощным жизнеутверждающим финалом концерта стал танец «Морячка». Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов поздравил юных самбистов республики с высокими наградами, завоеванными на первенстве России. Адамиркан Тамбиев принес золотую медаль нашей сборной, а также получил путевку на первенство мира, которое пройдет на Кипре. Адамирчагов завоевал серебро, и теперь юный спортсмен представит нашу страну на первенстве Европы в Сербии. А бронзовую медаль в весовой категории до 98 килограммов в копилку сборной Карачаева-Черкесии принес Ренат Бастанов. Поздравляю наших спортсменов и безмерно горжусь ими, отметил Рашид Тимрезов. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин